всем привет канал ирина цветики снова у нас покупочки но некоторые завтра должны уехать поэтому снимаю все покупки что собрались у меня за неделю наверное может чуть меньше вот у меня на переднем плане но он дорогой да я давно показываю в обзорах пилор сталинбош ну он крупненький такой красивый вот понадобился видите взяли красавчик вы видели на обзорах в орхидеи да вот его тоже хотелось бы быстрее отправить есть такие регионы куда нужно быстро отправлять потому что погоду обещают что испортится ну вот берешь он легенький вроде бы сухой вот по приезде домой многие из них дали такую испарину сильный ну вот смотрите розеточка растущий листик пилорик замечательно на самом деле у него что корни что розетка богатая смотрите какая ну и сам он не маленький очень высокий такой красавчик ну и вот у меня две или три посылочки которые мы торопимся отослать ну тем не менее вот такая бы испарина появилась я пакет это сняла ну я поставила их еще сразу еще в пакеты вверх верхушки были поставил на решетку у нас тепло ветра сегодня не было бывает ветер прямо такой теплый днем вечером холодает ну вот из-за этого перепада они все покрылись испариной но сейчас вот поменьше сделала дырочки до сегодняшний день они простояли но я стараюсь сушить стараюсь быстрее отправить девочки вам цветочки пока еще нет но в принципе они не боятся но с утеплением конечно я их упаковываю бумажные двойные полотенца обертываю но корни укрепляю так пилорик с чем у меня идет по-моему вот с этой тоже красавицей корни укрепляли туалетной бумагой такой двойной тоже закрепляю чтобы кора не высыпалась полотенцами потом упаковочная бумага сверху отдельно на горшочек и на цветочки но цветочки я раньше тоже будет полотенцами окутывала но мне кажется это не не стоит смотрите какая гроздь это просто обалдеть еще чуть-чуть подсохнет он и он будет опрокидываться на эту сторону это один цветонос такой богатый ну я их показывала уже в магазине потому что великолепие полная тоже хорошая розетка вот обломанный один цветонос не скажу что самый дешевенький нет не дешевые они они такие не могут быть дешевые потому что потому что в магазине орхидеи потому что отборные посмотрите какие сколько корней ну вот здесь я дырочки сделала здесь будет лучше ну там было больше испарены наверное все таки торфяной стаканчик там дает о себе знать горшочек принципе легкий это гроздь перевешивать его но вот испарина тем не менее появилась вот даже намочила тут есть корешки стали мокренькими но сушим проветриваем изо всех сил вот еще дефект него на листике в механическое повреждение принципе ничего страшно хозяйка потом сама решить то ли вырезать или отрезать вот этот листик я думаю я его укутаю отдельным образом и думаю ничего страшного уже не буду резать сама мешает она его или листик наполовину отрежет или просто замажет максима максим хорошо сушить такие вещи я помню как-то у меня было пятно я прям вот так вот кругляшко внутри вырезала максимова взяла и несколько лет так она у меня росла ничего да не страшно так сейчас я их уберу потому что эти красавчики норовят опрокинуться вот третий язык компании пират пикати ну мы выбрали кустик ну я я там звонила советовалась цветочков мало бутончики есть ну вот внизу видимо обломана но розетка просто шикарно смотрите он был очень мокрый у него торфяной грунт он очень очень мокрый и я вот побоялась что он не успеет высохнуть вот эти красавцы громадные они полусухие они принципе и были сухие а этот был абсолютно мокрый и я вот высушила его сегодня срочным образом вот верхние вот видите этот торф он даже сыпется снизу он сыпется теперь это всюду но когда намокнет он разбухает в принципе они вот в нем если тепло едут хорошо но я достала торфяной стакан и вот в принципе за сегодняшний день интенсивно взялась его сушить и он высох корешки сухие ну потому что я думала буду сразу отправлять его купила дам в один день только этот я утром купила просто по сравнению с ними когда я вот вечером ставила он был такой мокрющий я знала что этот торф он быстро не высохнет поэтому я предприняла меры и вот оказалось что он-то сухенький теперь хоть отправлять вот крупненькие лека фантастики пилор они покрылись испаренной за ночь ничего завтра подсохнут послезавтра наверно уже можно будет не сумма такой пиратик там были цветочки получше но не такая розетка богатая тут очень хорошая розетка корни тоже хорошие ну конечно я тут перетрясла пока ковыряла вот этот стаканчик и в этом удалял ну поверьте корни хорошие даже я засыпала этот торф обратно видно что везде корни то есть по качеству все таки лучше ничего тут вот почечки есть он даст еще веточки еще раз светит а ехать все равно у него цветочки скорее всего повернуть хотя сейчас не жарко может быть и доедут бутоны еще два красавчика ну вот это уже другие серия компания скажем так которая торопится на отправку вот видели видео вчерашняя вот привезли тоже ой это вельвет бархат или что-то такое ну не намного он дешевле даже в архиве он оказался дешевле а я ехала далеко за этим на торбекова ну вот тоже ставила на просушку тоже он давал испаринку вот немножко есть еще надо подсушить хотя вот корни выглядят беленькими все нормально хорошая розетка крупненькая два цветоноса красивый цветочек конечно вот в живую он чуть темнее переливается пытаясь показать как он переливается я стараюсь сушить и к нему напарники но еще есть по моему я показывала уже пионера будет принц леопард тоже довольно крупно ехать далеко но уже писали искать никогда поменьше смотрите какие бутоны лишь бы высох он потому что он тоже покрылся испариной хотя корешки явно сухие вот даже они намочились такая была большая испарина я наделала дырочек но тут он не было испариной такой сильно я не стала делать а здесь прям сильно он покрылся значит внутри что ты все-таки стакан не досох но вот такие которые в грунте они очень крепко держится за грунт я могу конечно удалить стаканы но вот они высокие огромные для них это чревато что не будет выпадывать из горшка это уже дома вот хозяйка сделает достанет торфяной горшочек укрепить его хорошо поставить и не будет трогать а в дорогу вот я лишний раз не хочу вмешиваться как бы вот в их растение уже при большой необходимости удаляют этот торфяной стакан именно в грунте где то а здесь кора видите мы ждем пока досохнет пионер пионер их ждет я не помню показывала нет случается что я вот забываю показывать по моему я вот там минечку забыла одну показать корни но абсолютно сухой я хотела его даже поливать купила его первым цветочки сожалению вот этой засухи плохо переносит вот полилась два ну смысл его поливать а потом снова сушить поэтому мы ждем вот пока подсохнут товарищи будем срочненько отправлять это одна у нас группа сейчас после видео сразу ставлю их на решетку там и снизу поддувает и сверху проветривает днем открываю окно у нас солнце теплый ветер 25 ну до 30 бывает но последние два дня где-то 25 27 градусов для орхидей это комфортная среда поэтому они хорошо просыхают еще у меня два вот новых цветочков смотрите бабочка сталин бош посчастливилась не найти нашла сама микси поэтому он один цветочек вот ну дороге наверно я их пакую бумагу заворачиваю когда выношу из магазина может быть это может быть он был сломан просто я не заметила цветы некоторое время еще держатся ну вот пошла без наценки продавцов поэтому цена не за не сравнить с ценой конечно на вот пилор сталин бош который я купила магазин такой красавчик его у меня забрали забрали с белым беглипом помните у меня на дуге такой красивенький и завтра они поедут абсолютно сухой беглипчик тоже у меня простоял всю неделю высох вот корневая не знала как он затерялся я искала конечно совсем другой цветочек по-моему так и голу фиолетовые которые как виолетка винт сиреневый искала кстати никто их там и не взял я нашла еще два там у них были на шейках пятна к сожалению так они стоят случайно середине палетки нашлась бабочка сталин бош она уже куплена повторюсь чтобы не писали хочу купить и манхэттен манхэттен меня попросили купить но африк там и не сговорились манхэттен я сразу купила договаривались накануне а насчет африка засомневалась писала писала звонила звонила ну вот не совпало у нас зазвониться поэтому он ждет напарни у него тоже тарафяной грунт и он очень мокрый вот смотрите прям аж вот тот цветочек был точно такой же еще по моему мокрее я пыталась вот дырочки тут просверлить обычно меня это получается но бывают такие горшочки чересчур жесткие что ли вот они просто ломаются вот небольшое нажатие когда я сверлю дырочку можно конечно и пропаивать но мне как-то удобнее там такой инструментик у меня есть нормально крути дырочки этот горшочек что-то не захотел делал дырочки но пока я его не сушу интенсивно не удаляю тарафяной стакан потому что напарник они смотрите новый листик красивенький блестящий ждем когда попадется напарник купим тогда уже будем смотреть от состояния напарника заранее высушить но я не хочу вдруг как бы тот еще придется сушить а этот уже будет пересушен и уже когда 2 купим уже посмотрим до 20 до носа одна палочка два цвета носа такой я их боюсь разлеплять я хотела цепить но там не крабиком а вот этой скобой и думаю начну я ковырять друг отвалится цветочки уже не буду трогать как-то их скрепили но некрасивый скажу цветы не видно куда они все в разные стороны но потом разберемся нам дорогу собираться компакт не пусть уже будет так пока сторонку отставим смотрите розетка какая корешки большая последнее время манхэттен приходил с маленькими листочками там 3 листочка 4 это вот такой я поэтому купила вы сразу такое сейчас стал редко чтобы вот такая богатая взрослая розетка скажем так при таком невысоком цветоносе как домашнее цветение дома может быть он сам будет крупнее конечно красавица ну и два цветочка у меня с уценки во-первых просят а вторых они ну я же мы просматриваю уценки и вот если чем-то замечательный цветочек я их уберу сама часто мы вот добираем посылки нужно какая-нибудь орхидейка я взяла потому что крупный такой свекольно-фиолетовый блестящий очень красивый цветочек вчера вот я нашла вот такой вот представьте этот крупные 10 сантиметров это 12 я померилась там с небольшим ну белая давно на крупная красивая орхидея фиолетовый я показывал сейчас еще корешки покажу а белая у меня новенькая до цветочки сохнуть поэтому она на уценки ну скажу это подороже уценка она стоила дорого посмотрите в каком она состоянии как можно было не взять такого слоника огромнейшая розетка но это крупный цветочек видно что это вот белая крупная была сухую я там вроде обрезала сухие посмотрите какая корневая воздушные корни вот небольшая спарринга появилась вчера я привезла вечером не есть название биндзор я так понимаю ну вот они белые есть чуть-чуть отличается лондон оксфорд вот этот виндзор прочитала ну прекрасная белая крупная орхидейка вот у нее механическое повреждение листика ну а то домашнее цветение может быть и крупнее и там думаю да вот эти две свободные орхидейки не ценены но это хорошо цене я не знаю сколько это первоначально стоило для свободные орхидейки у меня было больше но вот девочки сейчас посылки формировали списывали девочки забрали несколько штучек вот осталось две штучки мне тоже кажется прекрасны сами по себе всем спасибо за просмотр канала и на цвете пока пока до свидания до новых встреч пишите в личку как я быстрее прочитаю на страну на личную страницу вконтакте телеграммы или одноклассников где вам удобней